приветствую вас дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я буду модернизировать сарай делать из него склад а из старого сарая все вещи перенесу в новое место а вам предлагаю посмотреть за процессом будет немного грязно и пыльно но в итоге все будет хорошо поэтому присаживайтесь поудобнее наливайте себе горячий напиток и приятного просмотра рона не пускаю в тот двор потому что там много гвоздей может поранить лапу или провалиться в яму вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Мне нужно разобрать вот эти вот ненужные конструкции в старом сарае, чтобы сделать его временным складом для тех предметов, которые лежат сейчас в курятнике, чтобы освободить для маленьких курей место, чтобы они могли спокойно выходить и заходить зимой, немного огородить. Поэтому я сейчас уберу эти плоски. Надеюсь, меня ничем не завалит. И буду ставить сюда постепенно все, что находится в другом сарае в курятнике. Так что приступим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и без препятствий делаешь свое дело кстати здесь есть патрон и выключатель поэтому попробую сейчас включить свет ура работает отлично так светлее гораздо лучше ну что ж приступим к этому месту да и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После двухчасовой работы мы имеем здесь Хоть и грязненькое, но вполне себе нормальное помещение для склада Я что-нибудь придумаю положить вот сюда, на пол, на землю Здесь находятся такие ленты резиновые Немного подмету Уберу паутину И можно будет сложить ненужные вещи сюда Также здесь есть резетка Что хорошо, древняя, но рабочая Свет, выключатель Пыльная правда Надо покрыть все Точнее побрызгать Плевизатором И будет вполне себе вменяемо Так что делаю дальше А потом В этот же день разыгралась песчаная буря Внезапно я вышел И вот она наступила Посмотрите, как это все происходит Кстати, здесь видны доски, которые я потом сжег в дальнейшем Ссылочка будет в описании Или справа, сверху Вот так вот Все в пыли Солнца нет Хотя день Как затмение солнца почти Но пылевое Пришлось импровизировать с покрытием пола Но это такая необходимость Чтобы ничего не промокло И не испортилось А также сейчас покажу Один из главных инструментов С которым я бегаю все лето Обрабатываю поверхности Есть разные средства На данный момент Я обрабатываю мустангом Моя задача такая То, что вот это все Что в этом углу находится Надо убрать В тот сарай, который я очистил Здесь находится Половина нужного Половина ненужного Мы так подумали То, что если через год Это не понадобится Ну, если это двигатель Конечно понадобится То мы это все ликвидируем Что-то сдадим на металл Вроде вот этих вот Алюминиевых толстенных кабелей Медных кабелей от сварки В общем, тут есть что сдать А может быть даже Кадать на один Так что Приступаю К разгребанию вот этого Сила Мука не хочет Чтобы вы это видели Музыка 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 этапе очищены полы. Да, выглядит грязно, но гораздо чище, чем было здесь брудеры. Можно сказать, готово под заливку, но немного позже все это будет. Здесь я сделаю чуть позже отверстия и примерно от правой стойки двери, хотя нет, вот от брудера до середины окна, я сделаю каркас, покрытый сеткой, и отсюда, сквозь стену, могут заходить вот эти куры домой, ну точнее в курятник, чтобы зимой им было гораздо комфортнее, потому что через стенку находятся другие куры, а в роллеры через неделю, скорее всего, уже не будет. Сетку, точнее конструкцию я почищу, отмою керхером и оставим на следующий год, как-то так. Я думаю, к следующему году мы будем уже строить нормальные сараи с нормальными брудерами, а этот оставим для перепелок. В общем, сарай подготовлен, сделан из него небольшой склад, по крайней мере от непогоды, защитит от непогоды, от пыли, от грязи, потому что здесь даже менее пыльно, чем сарай, потому что там куры не постоянно что-то делают, крыльями дергают. Грязновато, но на долгую перспективу достаточно будет чисто и сухо. В следующем году, скорее всего, этого сарая уже не будет, мы постараемся сделать какое-нибудь место для хранения вот этих всех вот мелочей. Чулан какой-нибудь и чтобы садовый инвентарь тоже можно было хранить. Кстати, на нас тут пылевая буря напала, все в пыли, плохо видно, тяжело дышать. Вот такое бывает, пашут поля и все покрывается пылью, особенно сегодня сильный ветер. А у меня сегодня работа закончена, так прошло мое воскресенье, все в делах. Вам хорошего дня и до скорых встреч. Так в основном проходят мои выходные с инструментом, с делами. Набрал, допустим, кучу мусора, пока не знаю, что с ним делать, но в скором, в скором решим. Скорее всего, будет осень и буду полить. Так что отдыхаю, я в труде, потому что выбора особо нет. Тут, кстати, приходится постоянно наклоняться, потому что торчат вот такие вот штуки. Думаю, сейчас какую-то голову даст. Вот она. Здесь очень низко, поэтому ходишь вот так вот. Да, и даже когда в сарай заходишь, обязательно стукнешься головой с непривычки, потому что стук. Беда. Оно почти везде так. Показываю, из-за чего мы все покрываем. А точнее, мы ставим шашки, мы льем вот этот вот мустанг, средство от клещей. Вот она, паскуда. И тут их очень много. Они нас жутко бесят. Они в любой щели находятся. Вот он, полз. Да, но я хорошо решил пройтись, но это что-то вот прям вот немного. Прям странно. Я их мог в некоторых местах прям жменей собирать. Тут? Нет, когда сарай разбирал. Ну вот здесь вот нету куриц, и не было уже там ни один год, и они все равно есть. Ну а нету куриц. Да. Они просто зараженные все. Они несколько лет могут быть без еды. Так что вот пытаемся справиться. Если кто-то знает действенный метод, пишите. Может быть, конечно, ваш совет поможет. Вот. А то мы знаем единственный способ разломать и сжечь. Дед, я не знаю, но, в общем, кто-то прям вот так вот крепил на болты металлические. Где-то вот сжег все. Ну вот, зашли вечерком. Керосином, чувствуешь, пахнет? Угу. Хоть керосином полностью поджигай. Поджигай. Обливай, а потом поджигай. Так что теперь видно. Я могу тоже там что-нибудь. А, нет, он сухой. А, нет, не сухой. Блин, он очень... Ну что? Да он сухой, кажется. Нет, он ползет. А, ну вот они, вот они. Он очень сухой, но попадя в улицу, вот сюда. Ну, да. И не выживет. Алексей облигает. Какая беда. Очень долго. И так везде. Разламываешь какой-нибудь сарай, а по тебе они все ползают. Маленькие. Личинки. А я сегодня, кстати, выбил вот эту штуку нечаянно. Точнее, решил приподнять. Доска-то выпала, и я подумал, что сейчас вся крыша на меня рухнет. Потому что она здесь вот в переломанном состоянии. В общем, да, есть. Но это единичные, пожалуйста. Да, это... В общем, они есть. Я туда запшикивал. В общем, все. По крайней мере, здесь не куру находятся, а разные полу нужные штуки. Маленькие. Маленькие. А что ты тут? Что ты тут есть? Ты уреешься. Сидит. Звук еще нет. Показал вам немного поле. Пусть посмотрит, как она растет. Надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Подписывайтесь на страницу. Дзен. ВК. Рутуб. Будет очень приятно. Ну и меньше будет тормозить. До скорых встреч в новых роликах. Пока.